С введением платных парковок в Красноярске городские чиновники уже не раз подчеркивали, личному транспорту в центре не место. Ездить нужно на автобусах и оставлять автомобили на перехватывающих парковках за пределами исторической части. Сегодня представители мэрии и инвестор отвечали на вопросы водителей о реализации платных парковок и пояснили, они нашли еще 700 мест для тарифицированной стоянки. Но это уже будет второй этап развития проекта. В будущем планируют запустить систему помесячных абонементов, а льготами на платную парковку уже сейчас могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. Они за стоянку в центре могут не платить, но для этого нужно личное обращение к инвесторам. Пять человек этой услугой уже воспользовались. В целом инвестор заметил, количество оплаченных часов за парковку падает. За три недели инвестору удалось собрать около 50 тысяч рублей, а значит бюджет города пополнился на целые 6,5 тысяч. Возможно это связано с отсутствием закона о штрафах налогоплательщиков, поэтому пока бизнес в гору не идет. Но кажется, этого идеологи и добивались. Платные парковки в центре сделали для того, чтобы на них не парковались. Из этих соображений, кстати, выбирали и тариф 30 рублей за час. Кстати, на самых популярных местах тариф за парковку могут уже и повысить. У нас как раз таки цель не чтобы люди приезжали и на весь день. Для уменьшения спроса на данные парковки, как раз таки центральные, именно такой тариф подобран. Надо отметить, что как раз таки стоимость, она может варьироваться, то есть она может быть выше, может быть меньше. Но это все зависит как раз таки от спроса одной парковки. То есть если на нее хотят предпарковаться достаточно большое количество людей, на которые она не рассчитана, то соответственно здесь нужно регулировать опять же тарифом. Продолжение следует...